Далее аппликаторы. Я привезла три оригинальных бьюти-блендера для того, чтобы продать их в розницу по отдельности. Парочка от Real Techniques. Купила я их вначале и для себя, но ни разу не пользовала, поэтому решила привезти кому-нибудь здесь. Здесь абсолютно новые кисти. Одна из них это кисть для лица, вторая беличий хвост. Многофункциональная кисть, но я так понимаю, больше она подходит для усаживающей, то есть завершающей пудры или для румян каких-нибудь, не знаю, каких-то таких акцентов. Далее привезла, конечно же, кисти от Elf. Кисти от Elf я схватила совершенно в последнюю минуту, поэтому успела всего несколько. Это три кисточки моего самого-самого любимого типа. Это линия Studio от Elf. Это флайт такой полукабуки. Таких вот три. И две для глаз. Я очень люблю кисточку бочонок и очень люблю маленькие кисти, которыми можно создавать акценты или делать подводку. Маленькими кистями, честно говоря, можно столько вещей делать, что это просто не передать. Итак, вот как раз маленькую кисточку и кисточку бочонок. Вот такие две кисточки. И прихватила тоже последние были эти наборы, пока они не поменяли формулировку. Это Paris Presents, сделай для Walmart эксклюзивно. Вот такие наборы кистей. Они двухсторонние. Это набор для глаз. Тут есть спули, здесь поменьше, побольше кисточка бочонок, плоская кисточка, более пушистая кисточка, еще более пушистая кисточка для бровей или для подводки. Вот такой вот наборчик тоже. Это все у нас с аппликаторами. Далее предлагаю вашему вниманию следующий предмет. Конечно, у меня местами кое-что помятое, потому что все это было в чемодане. Это основа, моя любимая основа из люкса, называется Double Wear Lighted Estee Lauder. Это единичка. Оказалось, что я все-таки слишком темная для единички, то есть если бы была снежка, то вам это подойдет. Обожаю эту основу, купила уже себе ее в двойке и с удовольствием пользуюсь. А вот новенькая единичка кому-то может попасть в руки, если вам захочется. Далее предлагаю такие вот две пудры. Одна от Mila, недостаточно известная, получившая от Emile Noelle несколько лет подряд на награду за лучшую завершающую пудру и вообще пудру. Это цвет Light Tan. Это такой вот, как видите, на желтой основе цвет более для загорелой кожи. Но мне она вот сейчас в принципе уже даже и подошла. По большому счету, вот такой желтоватый оттенок пудры очень часто придает лицу такой мягкий золотистый загар. Если у вас оливковая кожа, то это будет просто цвет вашей кожи. Если у вас розоватая кожа, то он будет бы балансировать красноту. Если у вас теплого оттенка кожи, то тоже, скорее всего, он будет просто совпадать. Вот примерно такой цвет. И очень, конечно, мне нравится ее оформление. Если вы видите, там внутри такая вот, извиняюсь, был стикер с ценой. Такое, как какое-то кружево нанесено на поверхность пудры. Давайте попробую сейчас открыть. Так. Вот так выглядит эта пудра. Опять же, я бы сказала, что она для средних тонов кожи, не для самых-самых светлых. Тенок еще раз 0,4 Light Tan. И вот такую я тоже купила и себе, и вам. Это пудра вроде как омолаживающая, которая должна создавать эффект фотошопа. С вами пока еще не начала пользоваться. Мне еще надо кое-что закончить, прежде чем я начну. А вот вам предлагаю тоже, вот я просто купила на акции две. Translucent Medium она называется. То есть она обычная матовая пудра, но она должна вроде придавать лицу такое совсем-совсем, даже не сияние, а такой просто нормальный, как бы вот отражающий эффект самой кожи, как вот это бывает, когда кожа хорошо увлажнена, но не слишком, скажем так. Вот такой должен быть у этой пудры эффект. Она должна омолаживать, скрывать недостатки. И в общем какие-то там они вроде как проводили клинические исследования, не знаю, не ручусь, я там не была, которые показали, что все женщины заметили, что их кожа выглядит намного более здоровой с этой пудрой. Бренд Physicians Formula. Мне кажется, у них самые сильные продукты. Это как раз гелево-кремовые карандаши, подводки, румяна и пудры. Далее, я вам уже показывала, покажу еще раз. Три палетки, четверочки от Bare Minerals. Две палетки The Happy Place. Если вы хотите, вы можете посмотреть на них с вочи. И одна палетка такая классическая, уже тоже культовая, называется The Truth. Тут мягкие коричневые оттенки, такая вот на каждый день. Отличные тени, на мой взгляд, просто великолепные. Стоят они чуть-чуть подешевле, чем совсем люкс, там какие-нибудь тени Герлен или там, не знаю, Шанель. Но дороже, чем тени обычно Too Faced или вот им подобным. То есть они как раз где-то вот между. Ну и некоторые тени Urban Decay столько же, как эти стоят. Но вот они как раз вот такие вот между со всем люксом и уже High Street или Middle Market, как это говорится. Вот такие три палетки. Ванни Тарт, я вам привезла парочку вещей. Вот такая малютка. Это праймер для глаз. Он называется Clean Slate 360 градусов, я так понимаю, Creaseless Eye Primer. Это праймер для глаз на основе, если я правильно понимаю, силикона. Не смотрите, что это малютка. Таких вещей хватает как минимум на год, по крайней мере мне. И опять же, поскольку это наносится на глаза, я даже сама лично предпочитаю брать меньший размер. Потому что эти продукты очень долго, очень медленно расходуются. И, конечно, не хотелось бы, чтобы они испортились. Тоже малютка. Такое вот масло увлажняющее, которое можно использовать и для лица, и для волос, и для чего вы только не захотите. Это их знаменитого масла Маракуйя от Tarte. Такая вот тушь полноразмерная, Light Scamera Lashes, одна из самых известных тушей от Tarte. У меня есть пробник, мне очень нравится эта тушь, надо сказать. Два бронзера, так сложилось, что у меня теперь их целых два. Оба новенькие, предлагаю вашему вниманию. Это половинки. В цвете Park Avenue Princess. Это цвет, который предназначен для более светлых оттенков кожи. Он именно такой золотистый, с легчайшим золотистым шиммером. Но это не агрессивный шиммер, это не глиттер. Он, если его аккуратненько наносить на все лицо или на там, где у вас должен быть загар, придает великолепное, такое вот именно сияющее, но не жирный такой блеск, и какое-то вот такое вот именно вот отдохнувшее становится лицо с этим бронзером. Таких у меня два. И полноценные румяна, конечно же, в оттенке Exposed. Боюсь даже открывать, они так хорошо запакованы. Но я не буду открывать. Вот они, румяна, Exposed. Все румяна Amazonian Clay от Tarte, они как бы пластик сделан в цвет самих румян. Если вам интересно, посмотрите Exposed. Это совершенно культовейший продукт от компании Tarte. И по большому счету я сильно жалею, что я не купила себе их сама. Но я думаю, когда я приеду обратно, где-нибудь так вот к началу осени, да таки не удержусь, куплю. Далее три продукта от Buxom. Это компания, которая принадлежит компании Bare Minerals. И они делают косметику больше ориентированно на молодых, таких ярких, уверенных себе женщин. Это вот такой увеличивающий объем губ блеск для губ. Называется он Dani. Давайте я вам открою, покажу. Вот такой цвет. Такой вот розовый с холодноватым сиреневым отливом. Еще раз говорю, что называется он Dani. Эти блески, если я правильно понимаю, должны немножко пощипывать губы. У меня есть малютка, в ругок, правда, оттенки. Но это дело вкуса. Если вы любите вот это вот мятное, какое немножко ментоловое пощипывание, то эффект вам понравится, потому что они очень ровно ложатся на губы. Это практически как зеркальный такой финиш у них. Но вот если вы вообще не воспринимаете ментоловые, вот эти немножко пощипывающие блески для губ, то, наверное, это не совсем для вас. Ну, а если вы любите такой эффект, то я думаю, этот блеск вам очень понравится, потому что он действительно выглядит шикарно. Далее. Такой вот выдвигающийся айлайнер в черном цвете. Так, а как бы мне его аккуратненько открыть? Ух. Сейчас придется повредить упаковку, но покажу. Вот такой вот карандашик. Вот так вот он выдвигается. Ну, в общем, классический черный айлайнер. Очень их хвалит. И вообще косметику от Баксом я лично нежно люблю. И, в принципе, многие люди очень хвалят. Но их достаточно тяжело найти. Именно поэтому я решила этот бренд привезти, а не какой-нибудь другой. Кому-то на пробу. Если вы увлекаетесь макияжем, если не нравится пробовать новые вещи. Вот как раз вот такой классический черный автоматический айлайнер от Баксом. И последний – это их знаменитейшая тушь. Она называется Amplified. И у нее как бы две щеточки в одной. Есть щеточка более разреженная и длинная. Ее можно как-то, я так понимаю, подкрутить. И она становится более густой. Вот такая тушь. Ну, я не знаю, есть ли смысл ее открывать. Потому что я совсем ее открывать не буду. Я хочу, чтобы она сохранилась в абсолютно новом виде для того, кто ее захочет приобрести. Если вам интересно, посмотрите. Я больше чем видна, что фотографии кисточки и что с ней можно делать есть в интернете. Еще раз, она в черном цвете. Да, Loud Black. И тип туши от Баксом называется Amplified.